Привет, командиры! На связи ваш лоцман в мире боевых кораблей GetFan, и у меня для вас хорошие новости. Кажется, на горизонте замаячил новогодний подарок. Корабль. Со столь неоднозначными характеристиками, что мне сложно представить его в продаже, но вполне возможно в бесплатном распространении. Крейсер Франческо Ферусио. Корабль находится на тесте, потому изучая новинку, будем делать сноску. ТТХ могут меняться, и в релизе получится другой корабль. Потому в процессе разбора буду обращать больше внимания на концепт, ну а в конце предложу взять на себя роль разрабов и допилить данный концепт в нужную для нас сторону. Присаживайтесь поудобней, жмите лайк в поддержку предпросмотров и поехали! Начнем с голого концепта, который поможет создать логический мост для стартового вывода этого ролика. Перед нами легкий крейсер, чья ключевая сила? Незаметность. Этого одного хватает для того, чтобы отнести корабль к команднозависимым, узкоспециализированным премам, что редко продается хорошо, ведь большинству все-таки больше хочется нагибать, а не играть в тактику и поддержку. Кроме того, уровень према – параметр тоже говорящий, ведь на седьмом уровне толком еще нет фарма серебра, ну а фант песочного нагиба уже успел улетучиться. Появилось больше сложных сражений, что не вяжутся с идеей према для расслабона. И вот, зная этот бэкграунд, оглянувшись назад, можно заметить, что в прошлый Новый год мы уже видели нечто похожее в наградах за кампанию. И потому, может, конечно, я и ошибаюсь, делая выводы несколько поспешные, но, как говорится, готовь сани летом. И потому, вполне допускаю, что тестируемый сейчас корабль мы можем увидеть не раньше зимы, и, скорее всего, это случится под Новый год, что допускает возможность бесплатного распространения. Ну а теперь перейдем к более осязаемым историям, а конкретно к цифрам. В живучести корабль выглядит очень спорно. С одной стороны, это закуска для линкора, буквально на один залп, в пользу чего говорит малый, даже по меркам легких крейсеров, запас живучести. Высокая цитадель и практически отсутствующая броня. С другой стороны, еще попробуй попасть в этого малыша. Рули быстрые, радиус циркуляции небольшой и чертовски высокий уровень незаметности и высокая базовая скорость. Даже недавно вышедшие панамериканские крейсеры на седьмом уровне обладают существенно большим радиусом заметности, чем этот итальянский крейсер. Что говорит мне о том, что в руках новичков, конечно, корабль будет беззубым, но в руках умелого игрока Ферруччи жить будет. Ну а если вы себя не относите пока что ко второй группе, то рекомендую заглянуть в мой обзор топа панамериканских крейсеров, чтобы узнать, как незаметность и обилие расходников могут стать основой для вашего успешного сражения. Ссылочка есть в подсказках. Кстати, у итальянцев, напомню, тоже расходники непростые. А один из ключевых — дымы полного хода, которые тоже играют в пользу упрощения выживания с возможностью проходов под носом у противника в агрессию. Что, опять же, у этого према есть. Ну а еще одна причина обратить внимание на панамериканцев сейчас лежит в плоскости сложнейшего уровня нанесения урона. Чисто по табличным данным, конечно, кажется, что все просто обалденно, ввиду того, что основной боеприпас этих направлений в сумме со скорострельностью даст шикарный ДПМ. Но если вы не знали, то у панамериканцев речь идет про бафнутые бронебойные снаряды, а у итальянцев фишка в полубронебойках, у которых тоже большой список ограничений. И потому, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И в отличие от классических заливателей на фугасы, ДПМ этих направлений придется еще попотеть реализовывать, ведь необходимо будет выходить в борт, что существенно повышает уровень сложности позиционной игры. Ну а дополнительно, из-за малого калибра, еще и необходимо знать места уязвимых зон противника, что порой вообще космос. Ну а если вы хотите проверить на практике данный концепт нанесения урона, то это можно сделать прямо сейчас в рандоме. Берите итальянский крейсер пятого уровня, где в последний раз встречались 152-мм полубронебойки, и выходите в бой. Скорее всего, там вы быстро вспомните, что из-за малого пробоя мелкокалиберные полубронебойки дамажат линкоры крайне неохотно даже на нижних уровнях. В ветке итальянцев эта проблема решилась просто. Появлением 203-мм артиллерии, которая обладает уже и приятным уроном залпа, и может играть в редкие снайперские удары под момент, что играет в пользу живучести. Но с Ферусио, увы, такая тактика не проканает. Он словно моська, будет вынужден бросаться на слонов, и рассчитывать, что его просто не будут рвать в ответ. При этом стволов-то тут всего 8, потому ни о какой буре, мгновенной домашке речи не идет. Ну а дальность рибы тут тоже небольшая, потому в каждый боевой момент мы все-таки можем оказаться очень вкусной и интересной целью для любого линкоровода. С крейсерами и эсминцами такой проблемы не наблюдается, и скорее всего, тут у итальянца будет все нормально. Но мы же понимаем, в любом бою от линкоров никуда не деться, так что эту особенность корабля нельзя игнорировать в предпросмотре. Немного смягчить, конечно, сложность нанесения урона должны торпедки. У них и урон, ого-го, и скорость хода приятная, да и идут они практически на дальность засвета. Короче, противник будет очень рисковать, выходя в атаку с продавливанием Ферусио. Но это только лишь при условии, что он давит, а не отступает. В этом случае рыбки до него просто не дойдут. И получается, что, как в случае с реализацией полубронебоек, этот прем зависит от действий противника. И получается, что грамотный противник в состоянии минимизировать эффект атак Ферусио практически в ноль. А вот эта спорная результативность продается очень непросто. Потому, если допустить, что этот прем необходимо будет дальше продавать, я бы докинул сюда либо количество дымов, чтобы увереннее действовать в центре сражения, ну и, конечно же, что-нибудь сделать с Цитаделью, которая сильно уж торчит над ватерлинией и создает риск отправки в порт с единого залпа. Либо можно пойти другим путем, выдать форсаж для максимально стремительных фланговых обходов, что немного снизит негативный эффект неправильно выбранного фланга. И опять же, необходимо улучшать дымы. При взгляде на такой корабль, может, у кого-то рука не выдержит и все-таки подтянется к кошельку. Но, напоминаю, я все-таки думаю, что этот прем для бесплатного распространения. А потому тут и необходимо сильно снизить уровень притязательности, сравнивая этот корабль не со всеми кораблями, а только с другими халявными премами, которые далеко не всегда являются имбочками и даже просто сильными кораблями. И потому Ферусио даже в этом виде уже выглядит неплохо и даже отличается интересной за счет слабой развитой концепции в целом в игре лидера эсминцев. А вот как считаете вы, как бы вы улучшили этот концепт, если бы он продавался? Я же на этом моменте попрошу прожать вас лайк, если видео было вам полезно, потому что мне добавить по кораблю больше нечего. А еще поблагодарю зрителей, которые нашли возможность поддержать канал в это непростое время. В особенности короля Марии Чинчпоса, морских драконов Сруль и Дегет, а также адмиралов Константина Пучкова, паранойка Алексея Емельянова, Дмитрия Виноградова, Котика Ташлыкова, Михаила Рубцова, Денчика Иванова, Тёма Казаринова, Максима Антюхина и Уральца. Благодаря вашей поддержке канал живет даже в условиях выключенной монетизации. Спасибо вам и желаю грамотных команд вашему рандому. Пока-пока и до связи в новых видео на ТВ Гет Фан.